Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит и показывает в Ападом. И сегодня я хочу рассказать о классике, причем о классике школьной. Кому-то уже даже само название навеет скуку, да. А по мне так это очень психологические, тонкие, вечно современные, интереснейшие вещи. Которые просто праздник для обсуждения с учениками в школе, да. И которые действительно интересно читать и в наши дни. Иван Сергеевич Тургенев, Первая любовь, Ася. Здесь не только эти две вещи в книге, в прекрасном издании Нигмы. Но о самой книге я скажу чуть позднее. Тургенев это был писатель, который как никто мог, не вдаваясь в подробности. Не вдаваясь в подробности телесные, как это сделал Бунин, да. Не вдаваясь в подробности мистические, как это сделал Булгаков. Не обладая даром вот этого самого магического взгляда, который... Человек, который мог написать мой талисман или на холмах Грузии, я имею ввиду, конечно, Пушкина, да. Не обладая вот этим абсолютно нечеловеческим, божественным взглядом на природу человека, да. На природу человеческих чувств. Тем не менее, написал такую простую азбуку, такие прописи человеческих взаимоотношений. И здесь дело вовсе не в личной жизни Тургенева, да. Не в его романе с Полиной Виартовой, не в его каких-то других, да, жизненных коллизиях, перипетиях. Это все не важно. Это все материал для биографа, да, а не материал для обсуждения текста. Здесь речь о том, что он действительно глубоко видел человеческую натуру. И описывал его и доступных ему средств, потому что все, что было после него, да, и запретено литературой и культурой, ему бы очень пригодилось, безусловно. Из многих источников до него, да, начиная там с Апулия, с античного, там, он мог черпать о возвышенных чувствах, о человеческих взаимоотношениях. Но он этого избегал, стесненные вот рамками стиля, да. Вот ему как раз было счастливо дано свойство абсолютно точно соответствовать выбранному набору изобразительных средств и возможностей. Литературу того времени, которую он застал. Это называют реализмом. Это называют критическим реализмом. Это называют местами романтизмом, да, потому что Тургенев это все-таки очень романтичный писатель. Но он нигде практически не подпортил, так скажем, картину, да, гамму цветовую своего литературного наследия именно чуждой краской, да. Не ударился в философию, хотя последние его романы они очень в этом смысле прям настораживают, да. Не ударился в политику, ну, хотя речь идет явно о революционерах типа Рудина, да. Не ударился в бытописательство такое, значит, домосконное, потому что дворянское гнездо это, безусловно, роман, в котором, ну, просто он так и просится сагой стать. Ну, не стал он сагой, потому что не надо этого Тургенева, это не его краска, не его метод. Он умеет сказать ровно все то, что хочет о людях. Ну, и, наконец, понятно, к чему веду, да, вот как раз образцовые описания взаимоотношений, значит, типажей, которые существовали, бог знает откуда, там, с античности. Опять же, не используя конкретные примеры, не пользуясь, не цитируя впереди идущих товарищей, что называется, да, типажей, которые существовали, бог знает с каких пор, и существуют сейчас и будут, по-видимому, в будущем точно так же разделять человечество на эти типы, на эти лагеря конфликтующие, да, отцы и дети. Вот образцовые, образцовые описания поколенческого противостояния. И что бы мы ни думали по поводу отдельных черт Базарова, его характера, да, отдельных прекрасных, с нашей точки зрения, взаимоотношений с Грушенькой, да, потому что в 20 веке это все немножко по-другому заиграло, это, с одной стороны, очень наивно, очень трогательно, очень смешно, а с другой стороны, невыносимой пошлость местами отдает, потому что это, ну, не тот конфликт, да, который приличный человек считает конфликтом. Вот. Несмотря на то, что вот какие-то увяли цветы по краям букета, это самое четкое описание чувств и страстей человеческих, и их пробуждение, их развитие, любви мужчины и женщины, и дружбы настоящей, да, противостояние идеологического, столкновение характеров, да, потрясающе абсолютно описано Тургеньевым. И ни одной краски не прибавишь, не отнимешь. Именно поэтому его так ценили за рубежом, потому что он был европейский известный писатель, и, конечно, благодаря в основном этому изобразительная сила, вот и в этом проявляется его, без прибегания к каким-то ярким, резким штрихам, да, он очерчивает очень важные вещи. Поговорим о короткой повести, которую можно даже большим рассказом назвать «Первая любовь». Здесь у нас есть все. Здесь у нас есть ребенок, который на наших глазах, ну, фактически юноша, да, становится мужчиной. Не в прямом смысле слова, а становится мужчиной, понимая, что то, что он раньше осознавал, как какие-то смутные, неосознанные влечения, желания, на самом деле это, ну, вот именно то самое чувство между мужчиной и женщиной, которое каждому суждено испытать как первую любовь, да. Вот. Во-первых, это мечтательный юноша, да, который, конечно, поиграет во все игры, начиная от, значит, молчаливого возлюбленного, да, тайного, да, обожателя, воздыхателя, потом, значит, кончая пожем, соперником гораздо более импозантных таких мужчин, естественно, мужчин гораздо более старших, да, потом он увидит, понаблюдает со стороны драмы в собственной семье, вот, и в конце концов он обретет некое такое знание. Тут вот в чем дело. Если сильно спрямлять, если переводить на современный язык, то это повесть о том, что знание, куда нужно прийти, GPS-координаты, да, точки, которые нужно посетить, и путь, который нужно пройти по отношению к этой точке, да, это две разные вещи. То есть, знать, куда надо попасть и проделать этот путь, да, это две разные вещи. При условии, что, в принципе, если знаешь, куда хочешь попасть, попасть туда можно и мгновенно. То есть, ради бога. Все же речь не о романе воспитания, и не о широком историческом полотне, и не о романе чувств даже, да, речь о небольшом эпизоде из жизни человека. То есть, речь о нескольких поступках, совершенных на протяжении короткого временного периода. Но эти поступки таковы, да, что они составляют вот целый путь. И, в принципе, их можно проделать в том или ином порядке, эти или другие поступки, да, как говорится, довольно быстро, да, то есть, фактически попасть туда, куда надо попасть. Вот. Но в том-то и тонкость человеческих чувств, чувства любви, взаимоотношений, что пройденный путь имеет значение. И вот когда в конце он узнает о смерти, значит, той, кого он когда-то любил, да, он потрясен не просто вот этим самым экзистенциальным потрясением. Вот был человек, нет человека, да, как же так? Все, что дышало, все, что горело любовью, все, что мучило меня и себя, все, что составляло радость и удивительную тайну жизни и любви, да, все исчезло, развеялось, вот. Не в этом дело. И не облегчение он испытал, да, узнав, что, значит, и вот этот конфликт разрешился, наконец, да, Гордиев узел был разрублен. Это совсем другое чувство. Это как раз завершающий аккорд в том знании, да, в том, в той сумме знаний, которую он получил, то, что называли в 19 веке опытом чувств, да. То есть вот он впервые испытал те самые, не просто влечение какой-то вот женщине, которая ему понравилась, вот, волнение первой любви, да, а действительно понимание того, как прихотливы человеческие отношения, сколь мучительно бывает любовь, да, и как хорошо, когда иногда любовь бывает невзаимна. Потому что вот все-таки каково бы ни было первое чувство, мучительное, болезненное, да, но оно не должно завершаться союзом на всю жизнь, потому что это перекипание чувств. И вот хотя впрямую это нигде не говорится вообще, не полусловечка. У Тургенева в первой любви вот этой мысли вы не найдете. Тем не менее, об этом тоже повесть, потому что вот это перекипание должно произойти. Вот этот вот опыт, да, мучительный, конечно, да, безусловно, для каждого, он строго индивидуально, он кого-то бесследно проходит, у кого-то мучает полжизни, да, тут уж как повезет. Но тем не менее, психологический опыт должен быть. Без него личность неполноценна. В нужный момент, случайно повернувшись боком, подставив бок под удар, да, значит, можно сломаться и сломать жизнь себе и другим, просто потому что когда-то не был закален вот этими самыми первыми чувствами, первой любовью. И что еще сказать об этой повести? Здесь есть богатейший материал для анализа и для размышлений. И Эдипов комплекс. И соперничество, как я уже говорил, со взрослыми кавалерами. Это замечательная, потрясающая сцена, написанная просто вот жирными мазками. Сцена пирушки, вечеринки, где ничего неприличного вроде не происходит, но тем не менее, она настолько нова и жива в данный момент для сознания мальчика, юноши, что он просто смеялся громче всех и шумел громче всех, пьяный, как от вина, от вот этого общества, от этой раскрепощенной атмосферы. Там все выписаны прекрасные эти типажи. Кто ни разу не кутил в таких условиях, да, еще раз повторяю, абсолютно целомудренный эпизод, да, тот просто не понимает, откуда вот это искристое шампанское веселье, да, и как это важно вовремя почувствовать, что не обольститься вот этими вот вещами, да, они не являются, они являются только приманкой, за которой скрывается совсем другое. Ну, и напоследок об этой повести хочу сказать, что там огромное количество тем, пожалуйста, кто-то захочет интерпретировать с точки зрения фрейдизма. В школе обычно интерпретируют с такими чугунными выводами, да, нравоучительными, которые, значит, рассказывают, раскладывают все по полочке. Классический пример плана сочинения, да, школьного, «Любовь Катерины», пункт «Второе последствия», пункт «Третье выводы». Ну, вот, значит, и можно, конечно, поразмышлять о том, как по прочтении этой коротенькой повести многое успел сказать автор о человеческих чувствах. Как это здорово, когда тебе так глубоко раскрывают натуру человека. Издание совершенно потрясающее. В моих руках вот только так классику типа Тургенева и надо издавать. Потому что, может быть, оно выглядит слишком конфетным снаружи, да, не обращайте внимания. Это надо потрогать, потому что здесь есть тиснение, да, здесь есть лясы, здесь есть прекрасные форзацы, здесь есть полное огромного количества света и воздуха в потрясающей иллюстрации, которая мне очень нравится. Не вырисовывается с филигранной точностью у Натальи Букановой лица и персонажей, детали, какие-то мелкие предметные штрихи быты XIX века. Не это нужно. Нужно подать ощущение, порыв, ветер, слезы, переживания. Все то, что мы ценим у Тургенева, да, все то, что воображение, в принципе, должно дорисовать не только у юного, но и у взрослого читателя. И вот это-то потрясающе совершенно, особенно на разворотах, пару из которых я вам показал, у Букановой отражено, да, то есть вот стопроцентное попадание в настроение этих страниц, в настроение этого текста, на мой взгляд. Вот, так что спасибо, по-моему, у издательства «Нигма», а у него несколько книг в этой серии, то есть это вот классика, все получилось, да. Вот Наталья Буканова для меня это новый иллюстратор, я раньше ее работу не оценил, и теперь с удовольствием буду знать об этом. Тургенев, «Первая любовь», классика, абсолютно вечная вещь, пересчитывается всю жизнь, доставляет море удовольствия, постоянно напоминая о том, как же, а вот это я не заметил, а вот этого я не видел, а ведь это совсем-совсем иначе выглядит для меня сейчас, чем 20, 30, 40 лет назад. Читайте, наслаждайтесь, спасибо за внимание.